Девочка-пай 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дивенти ДimaTorzok ДimaTorzok Вот это пещера искусственного происхождения, так как песчаник очень податливый материал, то она была просто вывобрана. А произошла эта трагическая и романтическая история Ливонских, Ромео и Джульетты во времена Польско-Шведской войны. В 1601 году произошла битва между Польскими и Шведскими войны. Тогда уже Медского логина не существовало, и летописец нам-то спустился в эту долину, чтобы посмотреть, что для меня осталось для того-нибудь из живых. Он никого не нашел, и нашел здесь плачущую девочку примерно одного года. То есть было непонятно, маркетанок тоже вроде бы не было, но было ли. Он не сделал предложение, произошла помолвка, как это тогда было принято, и молодые встречались на том пути почти каждый день. Виктор Хаилл, у меня тоже была история, был задуман в том, что он поменялся. И всегда после своей работы, он проходил в этом... А теперь была любимая, она ждала любого обыкновения, на проживу. Он только ждал в пустыне, в пустыне, в пустыне, в пустыне, в пустыне, в пустыне, в пустыне. Он ее адаптировал, он адаптировал ее вместе со своими детьми, и когда я ее исполнил в пустыне, она была одной из самых спасенных девушек по всему предназначению. Виктор Хаилл 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 Спасибо. 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 Спасибо.